Традиционно в преддверии празднования Дней Города представители городов-побратимов Дагублса собираются за круглым столом, чтобы обсудить насущные проблемы и поделиться опытом своей работы. На сей раз участие в разговоры приняли делегации из России, Литвы, Грузии, Чехии, Армении, Республики Беларусь, Израиля и Украины. Говорили о своих победах и промахах, а также о мегапроектах, которые удалось реализовать за последние годы. Один из них – это создание аэропорта в чешском городе Будовице, которому в наследство от социалистического лагеря достался военный аэропорт. Ситуация, на удивление, схожа с Дагублсом. Другое дело, что чехи, пару лет назад, получив отказ на европейское финансирование, не стали терять время даром в ожидании мифического инвестора. Они начали создание аэропорта своими силами, то есть за деньги региона. Что примечательно, для строительства инфраструктуры аэропорта и как следствие запуска линий пассажирских перевозок чехам потребовалось 2 миллиона евро. В самом начале мы еще должны что-то построить, но мы думаем, что в 2 года мы будем готовы и будем нормальным, регулярным международным аэропортом. Чтобы аэропорт функционировал в полную силу, в его развитие планируется вложить еще несколько миллионов, а объем перевозок довести до 100 тысяч пассажиров в год. Для города, в котором проживают столько же жителей, этот показатель самый оптимальный. А что в Даугупелсе? А в нашем городе проект завис. По чьей вине? Городской думе и ее председателе Жанне Кулаковой так и не удалось убедить правительство в необходимости включения проекта. Даугупелс лейдостов национальный план развития на период с 2014 по 2021 годы. Следовательно, финансирование на его реализацию мы не получим. Если только думе нового созыва, удастся, что называется, повернуть время вспять. Об этом масс-медиа сообщали неоднократно. И в этом городские СМИ сегодня обвинил гость из солнечной Армении президент компании, у нее Кофор ЛЛЦ Саак Антонесян. Я хочу представителям прессы Даугупелса сделать одно маленькое замечание. Вы знаете, предвыборные, наверное, у вас шли предвыборные вперед, и поэтому вы забыли об одной вещи. Мне было очень удивительно слышать, что вроде провалился проект аэропорта. Поверьте, перед вами сидит один из потенциальных инвесторов аэропорта Даугупелса. Но пресса игнорировала угоду политики. Не хочется вступать в плене с гостем из города Алыверды. Скажем лишь о том, что пресса никогда не была против строительства аэропорта, а ратовала за приход в город реальных инвесторов. В ходе встречи обсуждались и другие темы. Например, представительница из израильского города Рамла рассказала о том, как они решают проблему отслужившего свой срок жилья. По всему Израилю существует проект, который называется «Тамы-38». То есть те города, где есть старые дома, которые построены много лет тому назад, у них нет возможности противостоять землетрясению и так далее. То есть реконструкция старых домов. Сначала, значит, сносятся эти дома и потом начинают строить. В городе мы пошли по другой немножечко дороге, потому что основное население именно в тех домах, которые живут в старых домах, это население, которое, в общем-то, малообеспеченное. Так мы пошли по другому пути. Мы сначала начнем строить для них новые дома, они получат ключи на новую квартиру, затем будут освобождать свои старые дома, которые будут идти на подслуживание. Конечно, такой метод борьбы с жилым фондом имеет быть с места, но точно не вдаугубился. В завершении беседы все сошлись во мнении, что иногда неплохо вместе посидеть за круглым столом. Ведь после такого общения рождаются новые идеи и проекты. А гости из Бобруйска признались в том, что они позаимствовали у Дагублса идею создания аллеи скамеек и проведения парада колясок. Ну что же, хоть в этом мы оказались первыми.